Имагуру Самое неприятное в самоизоляции – это потеря того количества общения, которое всегда было с нами. Поэтому мы призываем вас общаться больше. Подключайтесь к нашим трансляциям, задавайте вопросы и оставляйте их в комментариях. Мы обязательно не только передадим вам привет, но и получим ответ на ваш вопрос из первых уст от наших гостей. Сегодня у нас финальный эфир этой недели, и давайте узнаем, что произошло за эту неделю, какие были новости. И первая новость – это белорусская команда делает карту загрязнений воздуха в Минске и регионах. За качеством воздуха действительно нужно следить. Мы это хорошо осознали этой зимой, когда жители юго-западных районов жаловались на загрязненный воздух и за работу ТЭС-4. И сегодня с нами Иван Битсунов, он вместе с командой MQ предложил идею, как можно следить за чистым воздухом в своем районе с помощью простых датчиков и знать, чем ты дышишь. Иван, добрый день. Добрый день. Добрый, Виктория. Хотел узнать чуть больше про проект. Расскажите, пожалуйста, про MQ. Как появилась вообще идея этих датчиков воздуха? На какой вы сейчас стадии? Идея зрела давно, она начала воплощаться где-то около двух лет назад. В результате общения с городскими активистами появилась, в общем-то, такая прикладная задача померить воздух в центре города и сравнить воздух на внешней границе Осмоловки, которая непосредственно выходит на загруженные городские улицы, и воздух внутри квартала, в его зеленой части, чтобы потом понять, насколько в городе в чем-то такой контраст. Мы начали разрабатывать датчики, начали устанавливать их по периметру и внутри квартала, и за полгода собрали массив данных, который показал, что качество воздуха, уровень пыли, в частности, на границе квартала и в его внутренней части отличается в десятки процентов, иногда он доходил где-то до 50%. Затем мы поняли, что, в принципе, эта инициатива, как общественный проект, вполне может иметь продолжение, и вместе с экологами, вместе с общественным объединением «Экодом» начали продолжать активность, начали разрабатывать свои собственные модели датчиков и затем продвигать их, в общем-то, продвигать саму инициативу массы, чтобы подключать к проекту новых пользователей, новых участников. Участники могут подключаться к сети, получать датчики, регистрируясь на нашем сайте, мы определяем, подходит ли нам эта локация, и в случае, если, скажем, в этом месте еще нет установленного датчика, и это место, которое интересно для нас, мы принимаем решение установить туда датчик, ну, то есть его устанавливает пользователь самостоятельно, с помощью приложения на мобильном телефоне быстро конфигурируют его, и через буквально считанные минуты этот датчик начинает слать показания на облачный сервис. И затем эти данные появляются на карте, появляются в виде графиков, ну, и они уже, в общем-то, в виде данных могут подлежать анализу, визуализации и так далее. А сколько сейчас районов, именно уже можно отследить качество воздуха в этих районах? У нас есть, в общем-то, внутренний собственный план, по которому мы собираемся установить датчики в семи городах. Вообще, эта инициатива такая урбанистическая, она в основном городская, потому что основным загрязнителем является у нас транспорт, основным источником пыли, и, соответственно, мы делаем акцент на загруженные транспортом участки городов, и в основном стараемся помещать датчики туда. Сейчас у нас на карте порядка 20 датчиков, они в основном сосредоточены в Минске, но уже есть инсталляции в Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Бобруйске и Солигорске. Ну, и планируем устанавливать, в общем-то, практически по всей Беларуси, но с акцентом на те семь городов, которые мы выбрали. Это Брест, Светлогорск, Жлобин, Гомель, я сейчас не назову все точно, но, в принципе, большая часть территории Беларуси. Но при этом мы будем устанавливать датчики и в относительно, в общем-то, вполне благополучных районах для того, чтобы ощущать этот контраст и сравнивать, насколько качество воздуха в городах отличается. Какие самые загрязненные районы вот в Минске? Минске, это, конечно же, улицы, конечно же, нагруженные трафиком городским улицам. Улица Орловская, улица Богдановича, проспект в часы пик. Ну, в общем, там, да, там мы наблюдаем наиболее интенсивные загрязнения. А, смотрите, мы при этом работаем. Если я хочу поставить датчик в своем районе, в своем доме, каким образом я это могу сделать, если пошагово, прям, инструкцию? Значит, вы размещаете заявку у нас на сайте в форме обратной связи, мы ее рассматриваем и принимаем решение об установке датчика у вас. Вы получаете датчик и затем его самостоятельно устанавливаете на наружной стороне вашего жилища, скажем, желательно на той стороне, которая выходит непосредственно на улицу. Крепите его к стене или к какой-то поверхности деревянной, например, или еще какой-то при помощи пластикового кронштейна. И, возможно, потребуются шурупы какие-то для того, чтобы зафиксировать это. Подключаете к электропитанию кабелем, который мы предлагаем в комплекте. Его, в принципе, можно пропустить через окно, через стеклопакет, и он достаточно тонкий. Включаете в блок питания обыкновенный USB от любого телефона и конфигурируете на нем Wi-Fi подключение к своей домашней сети. И все, датчик начинает работать, и он начинает фиксировать уровень пыли, а также температуру, влажность и давление. Это, к слову, первая базовая модель наших датчиков. У нас есть дальнейшие разработки, которые... Конструкция модульная, и у нас есть модули, которые измеряют радиацию, измеряют другие загрязнители, как городские, так и промышленные. То есть мы, в принципе, этот проект расширяем и планируем эти датчики устанавливать еще в большом количестве месяцев. Сейчас у вас гидиозные планы, я прям слышала, на ближайшие будущие. Планы, они появляются постоянно и расширяются. То есть буквально после каждой публикации, после каждого всплеска интереса планы корректируются, и у нас появляются новые идеи. У нас... Ну, мы уже реализовали модель мобильную для того, чтобы можно было измерять пыль непосредственно во время движения, будь это пешеход, будь это велосипедист. Это работает, это можно делать. У нас есть модель, которая питается от солнечной батареи, и она, в принципе, вполне автономно работает круглый год без источника питания. И да, планы, конечно, они буквально как дрожжи. Это очень-очень здорово. Хотела еще узнать, а вот данные, которые вы собираете потом, что с ними происходит, кроме того, что их можно посмотреть? Они у нас на сервере, и мы сейчас доделываем внешний интерфейс, API, для того, чтобы к этим данным можно было доступаться снаружи, можно было их визуализировать, либо анализировать и затем использовать в каких-то аналитических проектах, подвергать их, скажем так, обработке при помощи алгоритмов машинного обучения, строить прогнозы. В принципе, применение этим данным может быть, конечно, огромное количество. Но, в принципе, основной принцип проекта – это доступность этих данных. Эти данные будут совершенно открыты. Здорово, Иван. Спасибо большое, что подключились. Я думаю, что ваш проект будет расти и развиваться дальше, и мы будем видеть и знать, чем мы дышим, и как-то улучшать ситуацию в нашем городе. И не только. Спасибо большое, что были сегодня с нами. А мы переходим ко второй новости. Петербургский стартап Fantasy Invest приблилёк 50 тысяч евро от белорусских инвесторов Angels Band. Сегодня с нами Кирилл Голуб, lead investor Angels Band, и мы узнаем, почему они выбрали именно этот стартап, чем он их так зацепил. Кирилл, добрый день. Добрый день. Хотя я бы уже сказал, что, наверное, тёплый летний вечер, но окей. Вопрос очень прост. Почему выбрали Fantasy Invest? Или вопрос в том, почему не выбрали остальные 149 проектов, которые участвовали в Emerge Challenge? Давайте начнём вообще с конкурса стартапов. Как он проходил? Как вообще проходил отбор? Отлично. Хороший вопрос. Я как инвестор, как человек, который помогает развитию венчурной экосистемы, не люблю конкурсы стартапов. Потому что стартап – это не соревнование, кто лучше пропичит свой проект инвесторам. Стартап – это стартап-соревнование, венчурная какая-то конференция. Это возможность показать потенциальным инвесторам большую палитру проекта. Сейчас, в этом году, на Emerge Challenge участвовало, было допущено к соревнованию организаторами более полутора сотен проектов. География этих проектов, традиционная для Emerge, это New East, то есть Восточная Европа, страны Балтии и Центральная Азия, страны Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и другие. Россия тоже попадает в понятие New East, но со своими горворками и со своими политическими, скажем так, тонкостями. Соответственно, те 150 проектов, которые были предложены на рассмотрение инвесторам, были самые разные по степени зрелости, по готовности к инвестициям. И наша задача, как инвесторов, как раз и состояла в том, чтобы выбрать из этих полутора сотен наиболее готовые к инвестициям бизнес-ангелы. А что это значит, наиболее готовые? В первую очередь, это стартапы, которые взяли правильную скорость развития. Стартап – это очень быстрый процесс. И, к сожалению, это скоропортящийся товар. Если проект развивается несколько месяцев без какого-то заметного трекшена, если проект, если фаундеры пытались привлекать инвестиции в течение долгих месяцев, полугода, или в течение года работают, не привлекая никаких денег, то варианта два. Или у них все очень хорошо, но это редкий случай, или у них все плохо, и, скорее всего, инвестиций в текущем виде проект не получит. Именно поэтому наша задача была отобрать наиболее готовые, наиболее быстро двигающиеся к результату проекты. Соответственно, из всех проектов, которые мы послушали внимательно и сделали с ним ознакомительные звонки, это больше сорока всего проектов, нами был отобран шорт-лист из восьми действительно наиболее готовых к инвестиции. Дальше уже обратная сторона. Уже нужно было выбрать среди участников синдиката, сформировавшегося в Angels Band, их предпочтения, их интересы, прийти к консенсусу. И оказалось, что фэнтези-инвест Михаила Гаврилова, основанный в Питере, инкорпорированный в Соединенных Штатах, оказался фаворитом. Здорово. А какие вообще критерии были отбора основные? То есть про скорость развития я уже поняла. Какие-то еще там команды, что еще? Да, основные критерии ничем не отличаются от того, что любой бизнес-ангел ищет в любом венчурном проекте. И это фактически классическая триада. Правильные люди на правильном рынке, делающие правильные вещи. Кто такие правильные люди? Это достаточно укомплектованная команда фаундеров, почти никогда это не один основатель, и крайне редко, когда это больше четырех человек, которые закрывают основные компетенции. Они могут сделать продукт, они могут продать продукт потенциальной целевой аудитории, и, соответственно, они могут вокруг этого продукта и первых продаж построить бизнес, то есть делать организационную, административную, скажем так, часть. Из тех восьми проектов в нашем шорт-листе первому критерию команды отвечали все восемь. Второй важнейший критерий на правильном рынке. Что такое правильный рынок? Это рынок, который уже есть, который еще пока не настолько велик, чтобы его хотели съесть крупные игроки международной корпорации, но который быстро растет, и тот, кто первый, начнет забирать себе какой-то сегмент этого быстрорастущего рынка и расти быстрее, чем растет этот сегмент, то ты молодец. Ну и, наконец, правильные вещи это самое вроде бы простое и при этом самое неочевидное в этой триаде. Нужно делать то, что этот растущий рынок требует, закрывать какую-то проблему, которая уже существует, которая уже понятна целевой аудитории, которая как-то, но плохо, слишком дорого или слишком медленно этой целевой аудитории решается. Соответственно, когда все три составляющие этой триады пройдены, остается посмотреть на последние два дополнительных момента. Готова ли компания к инвестициям, то есть инкорпорирована ли она правильным образом, принадлежит ли IP, intellectual property, этой компании, и можно ли туда действительно отправлять финансовые инвестиции. Они дойдут, они будут правильно освоены, там адекватная налоговая нагрузка и нормальный юридический режим, который позволяет инвесторам защитить свои инвестиции. И вторая часть – это скорость, о чем я уже сказал, это готовность фаундеров быстро принимать решения, быстро общаться и с целевой аудиторией, и с рынком, и с инвесторами в том числе. И самое главное – не столько гнуть свою линию, сколько быстро адаптировать свои действия под потребности рынка, и под, не буду этого скрывать, под запросы инвесторов в том числе. Спасибо большое, я поняла очень конкретно. А вот какие условия инвестирования и их формат? Да, для инвестиций, для проектов на самой ранней стадии, это исключительно pre-seed, то есть предпассивные инвестиции, частично seed, пассивные инвестиции, в абсолютном большинстве случаев это не equity финансирование. Инвесторы, особенно частные инвесторы, не очень стремятся входить в капитал компаний, которые только начали свою работу, и неизвестно, что из них получится. Вы знаете статистику. Кто-то говорит, 1% проектов взлетает, но это смотря как мерить, и что считать исходной базой. Кто-то говорит, 10% достигают успеха, 30% болтаются, как такой lifestyle бизнес, ни туда, ни сюда, а еще 60% погибают. Это вопрос методологии подсчета. Но если инвесторы видят, что проект перспективен, у нас есть такие классические инструменты, как договор конвертируемого займа. Он позволяет исключить торги с учредителями, с основателями, за так называемую условную оценку проекта. Оценку проекту дадут на будущих равных финансирования, венчурные фонды, которые располагают и большим штатом аналитиков, и, в общем-то, мощные переговорные позиции. Есть еще более упрощенные форматы, как популярный из Y Combinator формат SAFE, Simple Agreement on Future Equity или KISS, но эти инструменты больше всего подходят непосредственно для американского рынка, где в любом случае инвестор разбрасывает в прямом смысле слова небольшие чеки большому количеству проектов. И чем огораживаться, скажем так, и обкладывать эту сделку большим количеством юридических бумаг, проще подписать стандартный на четырех страницах шаблон договора SAFE и надеяться или молиться, или рассчитывать на то, что именно этот стартап станет прорывным и будущим единорогом и даст, в общем-то, хорошие иксы бизнес-ангел. Но для нас, для белорусских инвесторов, в какую бы юрисдикцию мы не инвестировали, очень важно иметь возможность сделать это в виде конвертируемого займа. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, что все будет очень круто. Проект выстрелит. И, ну, то есть, я не сомневаюсь в вашем выборе. И, учитывая, сколько вы всего пересмотрели, сколько вы всего там отсмотрели стартапов, это очень здорово. Спасибо, что согласились к нам сегодня присоединиться. Удачи вам. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. И последний наш гость на сегодня это, в общем-то, стартап Fantasy Invest. И мы поговорим с фаундером Михаилом Гавриловым. Михаил, добрый день. Добрый. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что Кирилл уже рассказал немножко. Расскажите, чем занимается стартап, в чем ключевая идея и как это произошло? Как пришла она? Хорошо. Начну с того, что мы сразу ориентируемся исключительно на американский рынок. Мы действительно американская компания, мы структурированы в Delaware, мы полностью действуем на американском рынке. Что мы делаем? Мы превращаем рынок акций в очень популярный. Наверное, каждый американец, точнее, не наверное, а точно каждый американец знает или как действует с рынком акций. Со школьной скамьи детей начинают учить, что нужно обязательно инвестировать в акции, что это важно, полезно для того, чтобы делать свой капитал. Именно таким образом американцы в большинстве случаев копят себе на пенсию в тот момент когда они выйдут. Мы превращаем рынок акций в игру. То есть мы поговорили с новым поколением, с поколением Z, теми людьми, которые активно пользуются TikTok, которые пользуются Snapchat. А почему, в чем у них возникает проблема при инвестициях в акции? Ведь оказалось, по статистике, новое поколение, те, кому до 40 лет, это самые неинвестирующие люди в штатах. И все брокеры, все крупноамериканские компании не могут понять, блин, а что же нам сделать такого для того, чтобы привлечь молодежь. И оказалось, что, что бы они ни делали, они это сделать не смогут, потому что новое поколение совершенно по-другому взаимодействует с окружающим миром. Опять-таки смотрят на него через призму новых совершенно социальных сетей и способ взаимодействия с друг другом. Поэтому мы пошли, так сказать, у них на поводу, решили для них сделать что-то полезное. Мы превращаем рынок акций в веселую игру. Если вам больше не нужно покупать акции, не нужно долго открывать брокерский счет или еще что-то, вы просто скачиваете наше приложение, делаете выбор каждый день тех акций, которые вам кажется вырастут или, соответственно, упадут, получаете за это монетки, а потом обмениваете монетки на классные веселые призы. И это на самом деле очень весело работает, потому что, например, вчера очень сильно обвалился весь рынок американский. Если вы смотрели новости, там все в красном, все ужасно сильно упало. И те люди, которые действительно покупали какие-то настоящие акции, они очень много потеряли денег. И именно этого боятся наши клиенты. Они не хотят жертвовать настоящими деньгами, они хотят прийти, вовлечься в рынок акций, получить удовольствие от процесса, потому что Илон Маск, Питер Тин, Билл Гейтс это все их современные герои, кумиры, те, за кем они идут, про кого они читают. Но они не хотят рисковать настоящими деньгами. Здорово. В одной из своих интервью вы говорили, что самая большая проблема это слишком рискованно, сложно и скучно для поколения Z. Если там с интересом и скучно мы откинули, вы очень красочно описали, почему. А вот что касается со сроками, именно там сложно, там долго ждать надо, там инвестиции могут купаться там за 10-20 лет. Абсолютно. Вы абсолютно правильно понимаете. Я отвечу словами одного из наших игроков, одного из наших клиентов, наших пользователей. Он сказал примерно следующее, что представьте, что вы выкладываете фотографии в Инстаграм или видео в ТикТок, и для того, чтобы вам получить ваши лайки и комментарии ваших друзей, вам нужно подождать несколько лет. Но это же безумие. Вы хотите получать вовлеченность прямо здесь и сейчас. Вы не хотите думать о том, когда купить акцию, когда ее продать, а когда еще что-то. Вы хотите вовлечься в процесс, максимально погрузиться в него и сразу понять, вы правильно сделали или нет. То есть получить обратную связь. Это является самым важным сейчас. Обратные связи они получают и в принципе дальше они готовы уже там ждать. Правильно? Нет, вот именно что они готовы. Они не готовы ждать. Они просто хотят условно проверять свои инсайты, проверять какие-то свои потребности взаимодействия с рынком максимум каждый день по желанию. Сегодня, завтра, может быть через неделю. Ибирать какие-то, то есть проверять себя на каких-то очень коротких промежутках времени. День, неделя, месяц. И если они это будут делать условно на форекс-брокерах, они точно проиграют, потому что невозможно обыграть рынок, потому что там побеждает всего 1% тех самых профессиональных инвесторов, которые это делают. А в нашем случае, когда это игра, ты ничем не рискуешь, ну ты можешь соревноваться со своими коллегами, друзьями или еще что-то. Ну и условно вы можете, ну предположим, поставить 5-10 долларов на то, кто из вас окажется лучшим игроком недели. И, соответственно, победитель забирает все, ну а проигравших угощает пиццей и хорошим настроением. Здорово. Вы, ну тоже читала интервью с вами, вы начинали с бета-версии приложения и поехали с ним на конференцию в Сан-Франциско. После этого там протестировали, получили хороший фидбук, и после этого только начали делать полную версию. Чем был условлен такой поход? Ну, по мне, так он очень грамотный, действительно. Что, или у вас были какие-то цели на Сан-Франциско еще? То есть... Нет, нет, нет. Мы вообще начинали даже изначально не с саморазвиткой, мы начинали с конференции Web Summit, которая проходит в Лиссабоне в ноябре, крупнейшая европейская выставка стартапов. И там, туда мы привезли первый, вот самый-самый первый наш портатив. И там начали собирать обратную связь. И уже поняв, что это в первую очередь штука для американского рынка. Мы полностью переформатировались на американский формат. И все правильно, как вы говорите, съездили в Сан-Франциско для того, чтобы там получить фидбэк от пользователей. Я достаточно давно в IT-бизнесе. Я уже построил вполне себе успешную компанию в России, которая делает банковские и софты для финтех-компаний. Соответственно, я понимал, как нужно делать бизнес так, чтобы рисковать меньше, а как бы получать выгоды больше. Собственно говоря, как только мы поняли, что ту механику и ту модель игры, которую мы придумали, она отзывается пользователям. Пользователи хотят играть и хотят вовлекаться. Мы уже полноценно сделали разработку и очень-очень быстро побежали. Мы запустили наше приложение, получается, 20 апреля. И на текущий момент сначала были только бесплатные. Запустили платные игры. У нас пошла первая монетизация. Я так никогда не радовался первым 100 долларов, которые я заработал. Это было очень здорово. Ну и, соответственно, мы стараемся бежать максимально-максимально быстро, получая фидбэк от пользователей и сразу превращая его в тот функционал, который им нужен для того, чтобы быть вовлеченными в нашу игру и приглашать своих друзей. Сколько у вас уже пользователей сейчас? У нас больше 2000 пользователей. На последний раз было 2400 с чем-то. 2417, если быть точно. Вот. И в среднем примерно от 600 до 800 заходит каждый день для того, чтобы проверить свой портфель, что-то с ним сделать, либо собрать его, либо просто подождать и собрать его завтра, например. Здорово. Я думаю, вы также будете дальше расти очень интенсивно и быстро. А какие дальнейшие планы? Ну, я не могу про это не спросить. То есть, какие планы у проекта? Куда двигаетесь? Там, как развиваетесь? Отличный вопрос. Спасибо. Наша задача к концу года сделать больше 50 тысяч пользователей в нашем приложении. И чтобы мы уже активно зарабатывали деньги на нашей аудитории. Чтобы мы монетизировали их желание играть в акции. Чтобы у нас появились внутри приложения наши покупки. Чтобы можно было прокачивать свой аккаунт, для того, чтобы получить больше акций, больше возможностей. Чтобы увереннее себя чувствовать в трейдинге. Мы начнем взаимодействовать с реальными брокерами, с американскими, такими, как Робинфуд, который очень прогрессивный, является, наверное, иконой для миллениалов в плане брокерского обслуживания. Нас более классическим вангардом. Мы с ними начнем взаимодействовать для того, чтобы лучшие игроки, которые у нас показывают высокий результат, смогли у них открывать реальные счета. То есть мы станем их партнерами. Ну, а в дальнейшем, чем черт не шутит, посмотрим, как пойдет это дальше. Но, может быть, и внутри нашего приложения можно будет купить настоящие акции. Грандиозные планы. Вот особенно последняя фраза. А какие вот ощущения у вас были, когда вы узнали, что получили инвестиции на конференции после конкурса в стартапах? Мне очень понравился высочайший уровень профессионализма, который я увидел от Кирилла и его коллег. Меня очень сильно это поразило, потому что я кого-то знаю о вечерном рынке и достаточно общаюсь, но тот уровень профессионализма, с которым они задавали вопросы и подходят к сделке, меня абсолютно совершенно подкупил, в хорошем смысле этого слова. Я увидел, что в их лице я найду не просто ангел инвесторов, но и партнеров, тех людей, которые смогут посоветовать в нужный момент, какое правильное решение принять. И мы не планировали так рано начинать раунд инвестиций. Мы росли достаточно хорошо, но я понял, что я не могу упустить тот шанс, чтобы вот с этими людьми вместе дальше не идти, так сказать, плечом к плечу. Здорово, Михаил. Спасибо большое, что подключились, что рассказали. Удачи вашему проекту. Растите, становитесь больше. Я думаю, что через год вас будет уже знать весь мир. Очень на это надеюсь. Спасибо вам, что подключились и удачи. Спасибо. Хорошего вам вечера. Спасибо. И спасибо, дорогие зрители. Это был эфир Имагору Ньюз, где мы рассказали вам про новости, которые случились на этой прошлой неделе. Я хочу вам пожелать хороших выходных. Сегодня уже пятница. Вы выходите и отходите от компьютеров с работой, поэтому отдыхайте, наслаждайтесь хорошей летней погодой, но помните о безопасности и берегите свое здоровье. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok